Ящик включил коронавирус, утюг включил коронавирус, чайник включил коронавирус. Психоз этот коронавирусный. Этим психозом сегодня остановили практически экономику всего мира. Я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь. Послушать провластные медиа, так одна лишь Беларусь не поддается всеобщему беспокойству. Не вводят тотального карантина, не запрещают футбольные и хоккейные матчи, не ограничивают работу предприятий. Символом и гарантом здравомыслия выступает лично Александр Лукашенко. Президент откровенно рассказал о том, что вся эта паника вокруг коронавируса не внесла корректив ни в его рабочий график, ни в принципе образ жизни. Александр Лукашенко не отказывается от рукопожатий, спортивные тренировки по-прежнему по плану, а младший сын Николай не пропускает школу. Президент в очередной раз повторяет – спортивный образ жизни, как и прогулки на свежем воздухе – залог хорошего иммунитета. Власти держат ситуацию под контролем, убеждают белорусов с телевизионных экранов. А что борьба с коронавирусом не особо заметна, так это она идет точечно, прицельно. Не обошли и тему борьбы с коронавирусом, ситуация на постоянном контроле. Глава государства в режиме реального времени отслеживает ситуацию в Беларуси и в мире и в соответствии с ней принимает решение. Что надо делать, мы знаем. Вот то, что мы делаем сейчас, то мы и будем делать. В Беларуси идут не фронтом, локализуют очагин. Действуют без хайпа, популизма, точечно. Беларусь выбрала не эффектные, а эффективные меры. Система функционирует и ситуация находится под контролем. Абсолютно управляемая ситуация. Масок и тестов хватает. Медики на высоте. Бодро рапортуют чиновники. Пациентов выписываем десятками, сообщает Минздрав, стыдливо придерживая информацию об умерших. Белорусские врачи с вызовом справляются, отмечает Александр Лукашенкин. Свыше 40 тысяч тестов на выявление COVID-19 проведены в Беларуси. Для процедуры задействованы 13 лабораторий страны. Когда в следующий раз накатит волна паники, помните, уровень медпомощи у нас очень приличный. А всех, кто сомневается в официальной картинке, белорусское телевидение скопом записывает в жертвы фейковых новостей и дезинформации. Похоже, на фоне коронапсихоза быстрее самого вируса распространяется инфодемия или попросту дезинформация. Фейковые потоки пытаются сбить толку и белорусов. А не кажется ли тебе, что сильные мира сего, без войны, через эту, Макрон уже это войной назвал, через эту вот так называемую коронапсихоз, коронавирусный психоз, инфодемию, в том числе, хотят переделить мир. И вот уже с подачи Лукашенко, недовольные действиями властей, чуть ли не агенты мировой закулисы, топящие Беларусь и ее экономику.